Причиной крушения пассажирского Боинга под Казани осенью 2013-го стала плохая подготовка экипажа. Такому выводу пришли в Межгосударственном авиационном комитете. Специалисты сошлись во мнении. Лайнер компании «Татарстан», летевший из Москвы, столкнулся с землей из-за целой череды ошибок пилотов. При заходе на посадку они не смогли правильно сориентироваться и отклонились от траектории на 4 километра. Из-за этого потребовался уход на второй круг. И тут вновь неадекватная оценка происходящего. При уходе на второй круг экипаж не распознал факт отключения автопилота и допустил попадание самолета в сложное пространственное положение на кабрирование. Отсутствие у командира воздушного судна навыков вывода самолета из сложного пространственного положения привело к созданию им значительной отрицательной перегрузки, потере пространственной ориентировки и переводу самолета в крутое пикирование, вплоть до столкновения с землей. Ситуацию усугубило отсутствие активной помощи со стороны наземных служб. В результате все, кто находился на борту, 6 членов экипажа и 44 пассажира погибли. Среди них были глава Республиканского управления ФСБ Антонов и сын руководителя Татарстана Миниханова. В Межгосударственном авиационном комитете отметили, в авиакомпании были большие просчеты в организации летной работы. Экипаж разбившегося самолета не соответствовал квалификационным требованиям. Кроме того, из-за нарушения нормы труда у пилотов накопилась усталость, что привело к ухудшению внимания. К проверкам в авиакомпании, как показало расследование, относились формально. Вскоре после катастрофы перевозчик был объявлен банкротом и прекратил существование. Продолжение следует...